Добрый день! С вами сегодня Виктор Коробкин. Рынь да рыба мой талисман. Друзья, сегодня я хочу показать фильм одной снасти. Дело в том, что, ну как правило, я не видел, чтобы на эти снасти ловили. У нас как-то не принято и вообще, хотя в принципе время пришло, и можно показать на эту снасть, как ловится рыба. Снасть это с блесной, для ответственного блеснения эта снасть. И соответственно, как бы ни казалось бы, что кто-то увидит, что эта снасть пассивная, но в то же время эта снасть находила хорошую крупную рыбу в свое время и привлекала, может быть, этим она и привлекала, что она такая не особенная. То, что она особенная. И вот сегодня я хочу ее показать. Сразу хочу вам сказать, что на эту снасть я уже подготовил, сделал. Снастью этой можно пользоваться, применять ее на любого хищника, на любом водоеме. В данной ситуации я приготовил уже снасть по морю, я покажу. Ну, в данном, вообще можно применять эту снасть и на реках, и на озерах. В зависимости от того, какой хищник на вашем водоеме. Ну, а сегодня я хочу показать ее и немножко остановиться и рассказать. Итак, что это за снасть? Снасть, она для ответственного блеснения, поэтому нам нужны блесны. В качестве блесен я взял свои самоделочки. Блесны, которые я показывал, я пользуюсь на море. Дело в том, что почему беру эти блесны? Потому что, ну, как правило, на размер этих блесен, а также вес этой блесны меня устраивает и не только меня, но и ту рыбу, которую я буду ловить на этой снасти. Это непосредственно бычок, это непосредственно сарган, это непосредственно ставрида, это непосредственно морской югарь, это непосредственно, я не знаю, что там, семка даже хватает на эту снасть в море. Но в общем вот эту блесенку Она самая такая ходовая Я не преувеличиваю ее возможности Я просто открываю одну из блесен Которая пользуется популярностью на море Поэтому я вот ее в данном случае беру То есть у меня они есть в запасе Я себе наделал Уже навязал снасти в конце фильма Или в середине фильма покажу вам Какие снасти я уже связал А сегодня я покажу как я делаю эту снасть Итак для того чтобы показать я беру Ну давайте я возьму Вот такую Блесну Вот такую блесну я возьму Сегодня я вам покажу Вот одна будет блесна И давайте ну я знаю Покажем вот такую блесну Единственное что я покажу Наверное давайте на одном крючке В принципе крючки вяжутся Одинаковые А на снасти я уже покажу На другой снасти покажу полностью как Снасть на 3-4 крючка готова Итак что мы делаем берем блеску Учитывая тот фактор что я ловить буду На водоеме где присутствуют камни острые Соответственно мне надо обезопасить Леску там которая находится возле груза Я по мере силы и возможности своего То есть для того чтобы чувствовать Поклевку рыбы Ну не совсем надо брать уже там я не знаю Полтора-два миллиметра леску Ну а такую я вот смотрю 05-06 леска Вполне нормальная Это образно опять таки леску можете подбирать сами Можете вязать на штурах Как вам нравится Я показываю как я делаю Итак берем леску на 5-6 миллиметров И для того чтобы не царапало Не обрезало камни Дополнительно ставим трубочку То ли от чупа-чупса Трубочки То ли трубочки у нас от фидерных Для фидерной ловли Есть такие вот мы их режем И ставим с нее можно 3 штуки сделать Это уже ваш подход Какие вы будете делать Вот я чупа-чупса ставлю трубочку На леску Беру данный мне груз Который мне необходим Ну я условно беру такой груз А там вы уже смотрите на водоеме На вашем какой вам необходим груз Вот беру груз Завязываю Раз, два, три Четыре раза думаю достаточно Пропускаю вот в эту петлю И потом возвращаюсь Вот так Обратно Вот пропускаю Показываю для тех Кто первый раз видит Или не знает как завязать Поэтому Чтобы люди могли Ох выскочило немножко Сейчас одну минутку О Могли сами связать Завязать Вот мы завязали Отрезаем нам То леску Такой длины Которая нам необходима В данной ситуации Я отрезаю Ну я не знаю там метр В зависимости от того Сколько блесен вы поставите Я буду ставить В данной ситуации Три блесны Поэтому делаю я Показывать буду Одну блесну как вяжу А остальные снасти покажу Уже готовые Леску Вот у меня Бегущая трубочка Которая Является буфером Между камнем Если допустим Тянем мы снасти Она по камням По песку По ракушке Она соответственно Спасает леску В этом плане И все царапины Все зацепы Принимает на себя Буфером своего рода Является И здесь мы делаем Первый на который Мы будем вязать крючок Это что такое Мы делаем Такой отводной Вот Как я показывал В предыдущих Морских своих снастях В фильмах Вот так вот делаем То есть делаем Такой отводной Завязываем восьмеркой В своих фильмах Показывал Затягиваем узел О И у нас получается Вот такой узел Сбоку стоит В данной ситуации Можно конечно На него цеплять И флуоресцентные трубочки Ниппель То есть не одевать Вот как сейчас одену То есть вы можете делать Петлю длиннее Короче В зависимости от того Как вы видите Эту снасть Сами То есть Длина может быть Маленькая Может быть большая Вот в таком плане Вот он должен быть А крючок Мы будем одевать На петлю Поэтому я сначала Без петли покажу Без резинки В ниппеле Ну Покажу Как это будет делаться Берем блесну Вот вот эту Которую Я о которой говорил Вот И одеваем ее просто И так одеваем блесну Петля в петлю Своего рода Проводим Леску Через блесну И пропускаем ее Вот так Здесь идет затяжка Вот так у нас Подвешивается блесна Сколько грамм Ну на мой взвесень Я скажу Сколько грамм Такая блесна И подвешиваю ее С одинарным крючком На этот крючок На одинарный Я подвешиваю Снаши либо рыбу Либо мясо В зависимости от того Какого хищника я ловлю Для того чтобы Привлечь рыбу Блесна Здесь стоит Второй такой же самый Поводок С такой же самой Второй блесной Я сейчас покажу Эту снасть Блесна Это рассчитано На стоячий Ну то есть Не поставить Для ответственного блеснения Вот вы поставили спиннинг Опустили с блесной Даже лучше Когда течение Вода идет Поводочек Соответственно Вот этот Чтобы скрыть Вот эту петлю Можете одеть Либо флюресетный Надпель На ниппель Либо черный ниппель Сюда одеваете Пропускаете Поводок Через ниппель Либо можете Я показывал В предыдущих фильмах Своих Веточки Шелковицы Деревянные Вот видите Пропустил я леску Специально оставил Для того чтобы показать Что можно так же Само пропускать Сделать Соответственно С веточкой Такой вот Отводной Такой поводочек Для того чтобы рыбка Своего рода Не пугалась Этого поводка И все было Более натуральное То есть соответственно Не видно ни лески Ничего А просто Деревянный Такой вот поводочек Ну это уже На вашу выдумку На ваш подход К снасти Соответственно Я поставил Вот так Блесно Сверху ставлю Еще один Поводок Блесно Ставлю кусочек рыбы Или кусочек мяса И периодически Опускаю значит Снасть С лодки И периодически Ее подергивают То есть она Стоит у меня Бывает так Что рыба Вообще не хочет Работать на рабочую Блесну А просто Стоит возле Блесны И наблюдает Смотрит И вот когда Вы опустили Эту снасть Подергали Подергали Оставили ее Там на 5-10 минут И вот рыба Медленно подходит И потом берет Блесну Как правило Такой случай бывает Это бывает Редко Но такое бывает Что рыба не берет Хищник в это время Обычно в октябре месяце Вот И вот такую Пассивную снасть Я делаю для водоема Какая бывает Еще снасть Для этого Я сейчас вам покажу Дело в том Что я уже наделал их Подготовился То есть я сделал С разными блеснами Вот обратите внимание С разными блеснами Разные блесны Разных размеров Я имею ввиду Разного цвета Вот точно такой же Отводной поводок Точно такая же трубочка На блесну Осталось мне только Поцепить Здесь за Непосредственно Наш Ну Как основной снасти На спиннинг Основную снасть И вот Просто оставляем ее Эту снасть С лодки Спустили на спиннинг И оставили И периодически Просто подергиваем ее И все Когда есть Если речка Это с быстрым течением То это еще лучше Соответственно Быстрее срабатывает Если это стоящая вода На водоеме Надо чаще Просто дергать Подергивать эту снасть А так она очень хорошо Срабатывает На крючки Крючки Я поставил Вот сейчас В данной ситуации Я поеду с этой снастью На бачка На банку И если не будет поклевка Допустим Я не знаю Или пассивная будет поклевка Я соответственно Один из спиннингов Оставляю под Ставлю эту снасть На спиннинг И оставляю Прямо под борт На другую удочку Я буду ловить А эта будет стоять Соответственно Какая рыбка Может подойти и взять ее Тут будет Например у меня Я не знаю Говяжье сердце Тут будет феррина Там будет сверху На высоту Последнюю Будет креветка И вот эта снасть Так и останется Соответственно Бычок подойдет И будет клевать Может не бычок Может другая какая-то рыбка Но во всяком случае Пробовать надо Я экспериментирую Пробую И эта снасть срабатывает И ловит рыбу Вот такая Одна снасть я сделал Значит с такими Блесенками Обратите внимание Теперь хочу показать еще Вот такая Тоже стоят трубочки Соответственно Потому что Ловить рыбу будем В камнях Ставлю разные блесны Подхожу к снасти По разному Здесь поставил уже трубочки Закрывал поводки Вот И здесь на эту блесну Поставил два крючка То есть непосредственно Мясо повешусь Сверху и снизу Так же самое Здесь на блесну Поставил Два крючка С длинным цевьем То есть соответственно Мясо повешусь Сверху и снизу Вот Вот такие две блесенки У меня будут На такую Буду пробовать Вот И еще одна У меня снасть Это уже третья Которая Я непосредственно С собой беру Ну Она будет С Трубочки Которые одеты На поводок Это флоресентные Трубочки Они будут придавать Непосредственно Своего отражения Свой свет Плюс Эта снасть Такая Комбинированная Вот здесь Например У меня стоит Только один крючок Без всякой блесны Вот самый нижний Вот обратите внимание Вот здесь Стоит у меня уже блесна Только такая вот Большая Длинная такая А здесь стоит Блесенка Совсем маленькая Такая вот такая Белая То есть крючки Везде стоят одинаковые Вот На них на всех Будет наживляться Какая-то наживка Мясо Креветка Или рыба И соответственно В стоящей В ответственном блеснении Будет стоять Эта снасть Она не так будет лежать Вот на ней Вот как лежат Обычная снасть А будет В ответственном И соответственно Периодически буду подвергать На какую из них Будет лучше клевать Буду определять на рыбалке И соответственно Делать соответствующие выводы Хотел показать И поделиться С вами этой снастью Потому что практически На эту снасть На такую снасть Я не видел Чтобы ребята ловили Потому что все Как правило Стараются играть Блесной Но Я знаю Не один случай В своей жизни Когда просто Блесна стояла Без всякой игры Находилась на спиннике Которым просто Ставили спиннин В ответственное блеснение Подкуривали Сигарету Или например Садились кушать И в это время Происходила поклевка То ли судака То ли щуки То ли другого хищника Окуня И поэтому Эта снасть уже Как говорится Проверенная Можете попробовать сами Сейчас в данной ситуации Я на эту снасть Буду на банке Ловить Соответственно Если поймаю Я покажу обязательно Фильм Планирую В ноябре месяце Выскочить Ну и соответственно Покажу Если получится у меня Ну а пока друзья Все То что хотел Я показал То что хотел Я рассказал До следующих встреч С вами был Северный Виктор Коробкин Не хвостам Не чешли